Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 мая. Сейчас я подробно вам, все так досконально расскажу о формировании томата Настенька. Я вот вам сказала, что я сейчас провожу работы, ну очередные дежурные работы по формированию томатов. И раз уж я здесь так пристроилась к Настеньке, я расскажу и о других. Смотрите, вот через месяц после высадки, вот так у меня выглядит теплица. Видите, я нижний ярус весь очищаю для того, чтобы было нижнее проветривание. И у меня уже листьев на расстоянии 10-15 см от земли нет. Это я все делаю во избежание фитофторы, чтобы не было болезней. Но вот сейчас, если посмотреть на Настеньку, вот видите, вот этот ряд у меня Настенька. Они уже тоже подросли, у них вот много кистей. И в этот момент нужно уже решить, как ее формировать и удалить лишние стволы. Я сейчас буду говорить о формировании именно в теплице, но формировать ее можно по-разному. Так что, если бы задали вопрос, как формировать Настеньку, и нужно было бы дать однозначный ответ, я бы сказала, хоть как. Настенька это тот сорт, который, как я вот называю, уникальный, универсальный, пластичный, с которым можно сделать хоть что. Вот у меня вариант для теплиц. В теплице я формирую Настеньку, так же, как и другие томаты. То есть, без загущения, с последовательным, с медленным, с таким обрезанием всего-всего до первой цветочной кисти. Ну, цветочная или плодовая, это однозначно у нас. Сейчас уберу листик один. Вот у меня первая кисть. Под первой кистью у меня лидирующий пасынок. И в случае с теплицей, я с Настенькой поступаю так же, как со всеми другими томатами. Оставляю два ствола, лидирующий пасынок. И она у меня растет так же, как все. Вот тут появляются, когда пасынки лишние, я их убираю. Я сейчас для тех, кто не знает, не знаком с этим сортом, краткое описание вам дам. Это сорт детерминатный, то есть, он двухметровый до потолка не вырастает. Он нормально указан на пачке 50-70 сантиметров. Он в грунте, в открытом так и вырастает 70 сантиметров. Но в теплице, так как все томаты вытягиваются, они всегда выше, чем на улице. Здесь он вырастает где-то метр, ну метр, метр двадцать. Но он не дорастает до носа примерно, вот так вот, не выше меня. Я метр шестьдесят пять, а он метр двадцать. Все, больше он не вырастает. И это очень сильно, хорошо облегчает формирование этого томата. Потому что он, ну сам вершкуется, его не нужно прищипывать, и он у вас не перерастет. Вот, для теплицы это очень хорошо. Но не очень хорошо для теплицы, что он, он как идет не посынкующийся томат. То есть, его можно вырастить во много в четыре, в пять, в шесть стволов. Но я это делаю только в открытом грунте на улице. В теплице я никогда такого закручения не допускаю. Потому что, если здесь разрешить ей расти так, как она хочет, выпустить все вот эти свои стволы, это будет очень густо, будет сложно проветривать. Но, опять же, я скажу, что мое вот это мнение, оно же не единственно верное. Если вы, например, сделаете расстояние между ними, большие такие, вы, может быть, будете выращивать на шпалере, растянете все эти пять-шесть стволов, и будете выращивать так, как вот я видела, выращивают банановые ноги. Там же тоже четыре ствола оставляют, пять стволов, и во все стороны вот эти на нитках. Но так как я выращиваю в коловой культуре, мне удобнее так. Так, я вот эти два ствола оставляю. Я сейчас раз их подвяжу. Вот первая кисть у меня уже наливается. Вот вы видите, это Настенька. Вот тут вот уже у меня вторая кисть, там зацветает третья. И если я оставлю пять-шесть кистей, будут полноценные крупные томаты. В описании к пачке, ну на пачках написано, что от трехсот грамм можно вырастить и пятьсот грамм. То есть вес томатов мы можем регулировать у Настеньки. Если мы оставим все стволы, там четыре и пять, она будет двести пятьдесят, триста граммов. Но если мы вот так вот оставим два ствола и пять или шесть кистей, ну короче, сколько вы оставите, то у нас будет укрупненный вариант Настеньки. То есть про формирование Настеньки вы должны знать, что здесь все в ваших руках. Хотите крупные отборные плоды, значит лишние стволы убираете. Ну два-то надо оставить, конечно, потому что один ствол для Настеньки это уж слишком мало. То есть лишние стволы убираете и оставляете так же, как на нормальных томатах, пять-шесть стволов. Тогда у вас будет отборная крупная Настенька. Если вы оставите больше стволов, Настенька тоже будет хорошая, но вес будет меньше. Будут трехсотграммовые плоды, но их будет больше. Ясно, что будет если четыре или пять стволов, на каждом стволе будет по две кисти. Кистей будет десять, плодов будет больше и вес распределится на это количество плодов. Я думаю, я ясно все рассказала. Это все так же, как на всех других. И вот смотрите, вот постепенно у нас томаты распределяются по разным группам. Начиная формировать в это время, мы уже должны их немного рассортировать. То есть вот то, что я говорила про ботяню, что если вот ботяня, то там никаких вариантов. Уже три и четыре ствола нет. Значит, есть томаты, которые мы строго должны формировать именно так вот в один или в два ствола. Есть томаты, которые мы можем формировать вот так, как Настенька. Хотите покрупнее, оставляем два. Хотите много, чтобы было массово, все облеплено и не важно вам какой размер, оставляем четыре ствола. И есть еще томаты, которые с мелкими плодами, их хоть как формируют, плод крупнее не будет. Он 500 грамм не будет. Вот это я говорила про юбилейного, Тарасенко, про Штрауха. Там вы как хотите, так и формируете. Хоть вы один ствол оставите, он у вас будет 100 граммовки, а не 100-150. Хоть вы три ствола и четыре, они все равно, плоды будут 100 граммовые, 150. Но вы должны знать о всех возможностях вот этих томатов. То есть Настеньку можно формировать хоть как. А ботяню строго. Никаких лишних стволов мы не оставляем. Все, я сейчас камеру выключу, про формирование в теплице я вам рассказала. Но я хочу еще снять одно подробное видео о томате Настенька, вообще, в общем об этом томате и о моем мнении о нем. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok